Да, Ален, судя по твоей посещаемости, соцсетей, личной жизнью у тебя и не пахнет даже. Ну почему же не пахнет? Есть же еще любовь по интернету. О, как все запущено. Свершилось! Теперь в мире станет намного больше умных людей. Наверное. Не понял, что за странные такие мечты? А это не странные мечты. Это достижения современной науки. 135 исследователей из разных стран мира собрались в Швейцарии с намерением потратить более миллиарда евро на создание искусственного человеческого мозга. Это самый крупный и амбициозный проект по симуляции человеческого мозга, рассчитанный на 10 лет. Мозг состоит примерно из 100 миллиардов нейронов и 100 триллионов синаптических связей. Для симуляции такой нейросети нужны большие аппаратные ресурсы, что требует объединения усилий ученых из разных стран. Ну да, это, конечно, круто. Но вот искусственный разум уже давно пришел в нашу жизнь. В смысле? Я что, пропустила несколько лет своей жизни? Нет, ты просто не обращаешь на это внимания. Посмотри следующий сюжет и убедишься, что эра искусственного интеллекта началась уже сейчас. Компания Google обещала создать искусственный разум уже к 2029 году. Но подобные технологии уже используются давно. Например, Google Поиск выдает нам результаты, исходя из наших предпочтений. И так, день за днем каждый из нас вносит свою лепту в развитие искусственного интеллекта. Искусственный интеллект — это машина или программа, которая умеет мыслить разумно. При этом такое создание может обучаться, решать задачи и даже осознавать окружающий мир. Выглядеть искусственный интеллект может как угодно. Калькулятор, GPS-навигатор или же обычный персональный компьютер — это уже машины, способные решать интеллектуальные задачи. Кстати, даже в самых простых телефонах есть программы с зачатками интеллекта. Это значит, что мы уже давно живем в мире искусственного разума, который каждый день нам говорит, что и как делать. Когда вы пишете в Т-9 или пишете в этих планшетах, иногда они выдают вам другие слова, нежели которые вы пишете. Потому что я шучу в этих случаях, что, видимо, машина умнее меня, и она лучше знает, чего я хочу сказать. Вот и система Siri, которая позволяет управлять телефоном при помощи голоса. Это тоже искусственный интеллект. Siri, what is the weather today in Bishkek? Помимо погоды, Siri может порекомендовать вам рестораны или же новинки кино. Кроме того, она умеет писать в Twitter и Facebook и даже покупать приложения в Apple Store. Однако, как видно, и Siri далеко не идеальна. Решение именно задач, как таковых, именно искусственным интеллектом. А это больше ограничено, конечно, способностями интеллектуальными самого программиста. Вот как он написал программу, собственно говоря. Так компьютер и решает эту задачу. Шолпан – это первый результат на слое. Принвестили много проектов моих состязаний. А это Шолпан – творение отечественных ученых. Шолпан, привет! Эта металлическая красавица была создана студентами Международного университета информационных технологий. На роботе установлен кинект-сенсор, специальный для распознавания человека. По этому принципу он распознает объекты, то есть человека, а также основные механизмы, основные функционалы этого робота – это махание рукой, то есть приветствие, также приближение к объекту, отвечать на простые вопросы, а также слежение за объектом, повторение эмоций человека. Кстати, если улыбнуться Шолпан, то и она улыбнется вам в ответ. Воспринимать гуманоида, собеседника, который выглядит как сам человек, собственно, нам проще, потому что мы чисто психологически наделяем его некими эмоциональными свойствами. То есть он хороший, он плохой, он добрый, он злой. Эмоциональная окраска нам позволяет более так общаться на нужном уровне. Но как бы ни выглядели носители искусственного разума, смысл их создания в том, чтобы они полностью заменили человека в тех или иных профессиях, например, врача. Между тем, не все ученые согласны с утверждением, что искусственный интеллект когда-нибудь полностью заменит человека. Компьютер не может самостоятельно решать какие-то задачи, придумывать, это невозможно. Но можно сделать так, что система на основе накопленной базы данных сможет принимать очень даже правильные умные решения. И успех реализации искусственного интеллекта зависит от возможности реализации такой базы данных огромной. То есть на основе накопленной семантической базы данных система научится делать какие-то решения, они большие. Но создать мозг человека, компьютер, невозможно. Кстати, если судить по многочисленным фильмам, то самое большое опасение в отношении искусственного интеллекта это то, что создание победит создателя. Если это устройство окажется более приспособленным к изменяющейся ситуации, более будет выдавать решения, более объективные, более грамотные, более совершенные, то вытеснение им человечества как такового не является такой уж катастрофой с точки зрения ученого. Ну, значит, это хорошо. Значит, человечество не оправдало своих эволюционных задач. С точки зрения же человека это, естественно, является катастрофой. Каким бы ни был искусственный интеллект, главное, чтобы техника не сбывала, что человек умнее ее. Алена, это вообще синхронизируется?